На экране видно. Христос посреди нас, дорогие друзья. Мне бы сегодня с вами хотелось рассмотреть книгу пророка Захарии, 7 главу. Мы с вами порассуждаем над этим отрывком и посмотрим, чему хочет Господь научить свой народ. Глава начинается с таких слов. В 4-й год царя Дария было слово Господник Захарии в 4-й день 9-го месяца Хаслева. То есть мы видим, что здесь появляется фигура царя Дария, и мы можем приблизительно высчитать время, в какое время было сказано это пророчество. Это так, по комментарию авторов. То есть 7 декабря 518 год до Рождества Иисуса Христа. Храм уже в процессе строительства, храм уже получается половину этапа пройден. То есть половина храма уже отстроена. Царь Дарий, это Дарий переводится как обладатель богатства, персидский царь. Дарий первый великий, гестапс, или как-то так у него звучит его кличка, но мы называем его просто Дарий. И что же послужило к пророческому слову, к Захарии? Какая ситуация? И вот смотрите, второй стих. Когда Вифиль послал Сарицера и Регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицем Господа. То есть мы видим, что жители Вифиля, да, то есть этого города, послали Сарицера. Сарицер переводится как храни царя или князь огня или сияние свет. Вот такое значение имеет его имя. Регем Мелех переводится как друг царя. Они послали спутников помолиться пред лицем Господа. То есть обратите внимание, да, то есть как бы для того, чтобы разобраться в каком-то вопросе, необходимо обращаться к Господу. И, конечно же, когда ты не знаешь воли Господней касательно какого-то ответа, то эти люди послали к священникам и послали к пророкам, как мы дальше увидим. Для того, чтобы получить более детальное разъяснение касательно своих практик, которые не имели в то время. И дальше мы видим, что это практики постов, которые они сделали. Смотрите, сказано, спросить у священников, которые в доме Господа, Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет. То есть у них появилась как бы такая как бы ситуация, непонятная ситуация. В пятый и в седьмой, как мы дальше видим, пост месяца, они вспоминали трагедию, которая произошла в Иерусалиме. Трагедия была связана с тем, что храм был сожжен в пятом месяце, в седьмом месяце был уничтожен правитель Годолия, которого поставил царь Вавилонский, и это вызвало еще большее негодование вавилонян по отношению к Израилю. Им пришлось даже бежать с территории обитованной земли в Египет. Еще несколько постов, там четыре поста, вспоминают они день осады, когда началась осада Иерусалима, и получается еще, когда пали стены Иерусалима, первый день, когда там поломалась первая стена, и уничтожение храма. Так вот, смотрите, получается, у них появилась проблема. То есть, 70 лет они молились Богу, постились в эти дни, вспоминая события, которые произошли. Здесь сказано, что храм уже начал отстраиваться, и по датам мы понимаем, что в 516 году до Рождества Иисуса Христа храм уже будет закончен, а сейчас мы видим, что это 518 год, то есть за два года до окончания строительства храма. У них появилась какая ситуация? Вот нужно ли мне скорбеть и плакать о уничтожении храма, когда храм уже, в принципе, постепенно восстанавливается? То есть, вот такой вот вопрос. И вот смотрите, они приходят к священникам и пророкам, к тем, которые знают священное писание, и пророки, как люди, которые имеют непосредственный контакт с Богом. То есть, в тот момент это были Захария, Агей-пророки, возможно, еще несколько пророков, которые действовали в то время. Им хочется получить наставление от Господа. Им хочется получить разъяснение в той практике, которую не приняли держаться. И вот смотрите, какой был ответ от Господа. «И было ко мне слово Господа Савоофа». Обратите внимание, что Захария не говорит, «Ну, я подумал, ну, мне кажется, надо поступать вот так и вот так». Смотрите, как четко Захария отделяет свои слова от слов Господа Савоофа. То есть, он подчеркивает, что это конкретно повеление от Господа. Вот часто мы в нашей христианской практике связываемся с тем, что некоторые служители нам дают свои представления или свои взгляды, но преподносят их так, как будто бы это слово от самого Господа. То есть, знаете, как Павел говорит, «Вот я от самого Господа принял то, что и вам передал». Но если мы посмотрим даже на практику апостола Павла, в вопросах, где он не знал конкретно, как Господь хочет, чтобы поступала церковь, то он так говорит, «Касательно девства я не имею повеления от Господа, но я как бы имею общение с Богом, и у меня сложилось мое личное мнение». Говорит, «Повеления от Господа нет конкретной заповеди, я не имею, но есть мое личное мнение». Смотрите, как четко он делает разграничения. Там, где сказано слово Господне, и где обладает слово божественным авторитетом, и где есть мнение человеческое. Вот, кажется, великий апостол Павел, который дал нам огромное количество, там около 30% Нового Завета написано как раз этим автором, этим апостолом, он четко разграничивает слова Господа, которые были произнесены через него, и его личное сугубо мнение, которое ты можешь послушать и можешь отвергнуть. И вот смотрите, здесь та же самая ситуация. Пророк не выдает своего какого-то мнения, не преподносит свое мнение как волю Господа. Знаете, как иногда происходит в наше время. Он конкретно говорит, что вот что сказал мне Господь по поводу, по которому вы пришли разобраться. «Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» И вот вам ситуация. Смотрите, получается, значит, они 70 лет приняли для себя держаться такого правила, чтобы вспоминать сожжение храма. И Господь задает им вопрос, «Когда вы поститесь, делаете ли это для меня?» То есть это повеление исходило от меня, то есть я вам сказал, что все через какого-то пророка, сказал, что вот теперь, после того, как Иерусалим был уничтожен, после того, как храм был сожжен, после того, как был убит Гадолия, или после того, как первая стена пала иерусалимская, вот с этого момента празднуйте вот эти дни, как памятные дни от Господа». То есть не было такого никакого повеления. И вот смотрите, какая ситуация. Получается, люди сами себе придумали какие-то посты, сами в этих постах находятся, скорбят, бьют себя в грудь, там, плакают, упастятся, то есть это выражает глубочайшую скобь, там, колотят себя в грудь, показывая, как сильно они скорбят о том, что произошло. И Господь им задает вопрос, «А вообще для меня ли вы это делаете?» И вот следующий стих. «И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли пьете?» Смотрите, как четко Господь ставит все на свои места. Господь делает четкое разграничение. То есть тех заповедей, которые даны им, тех установлений и повелений, которые даны им, и тех мнений человеческих, которых приняли держаться, к примеру, священники и народ, который понес наказание. Самое печальное во всей этой картине, так это то, что, получается, они не сделали правильных выводов из ситуации. Вот давайте нарисуем такую абстрактную ситуацию. Я, к примеру, напившись алкоголя, сел пьяный за руль, посадил свою семью за руль, своего, ну, в машину, да, я сижу за рулем, они рядом, еду по дороге, не справляюсь с управлением, врезаюсь в машину, чудом, конечно, остаюсь жив, то есть дети там слегка пострадали, ничего страшного, вылажу из машины, происходит возгорание, машина сгорела, и я остался жив, я и моя семья. И вот на следующий день, когда я прихожу уже в себя в больнице, да, там, перемотанный, перевязанный, я начинаю думать, так, да, этот день я запомню раз и навсегда. Но, в этот день, конечно, я буду вспоминать тех людей, которые делали дорогу, которые сделали там некачественное покрытие, и в связи с этим я попал в аварию. Я, конечно же, вспомню тех людей, которые установили вот этот столб, в который бы я врезался. Если бы не было там столба, я бы просто пролетел, где-то на обочине остановился. Но какой-то нехороший человек поставил столб в этом месте, и я потерял свою машину. Я подверг опасности свою семью, и получается, я вспоминаю этот трагический день. Как вы думаете, правильные ли выводы сделал из данной ситуации? Смотрите, если в моем сердце нет осуждения того, что я пьяный сел за руль, то мои попытки оправдать себя тем, что какая-то некачественная дорога, нехорошая резина стояла у меня на автомобиле, либо же, что кто-то постановил сильно качественный столб, в который я врезался, или чтобы сборка автомобиля была такая, что не успел я врезаться, видели, он сразу начал возгораться, и потом сгорел. Просто представьте себе такую картину. Вот то же самое делали и эти люди. И смотрите, вместо того, чтобы осудить себя и свой грех, найти причину, по которой произошло это уничтожение, они осуждали вавилонян, которые сожгли этот храм, они осуждали, получается, всех остальных людей, своих предков, которые были якобы неверными и не до конца послушными Господу. Но самая большая проблема в том, что они не осудили свой личный грех. Что они не поняли, что как раз по причине того, что они нарушили заповеди Господни, и пришло это бедствие в их дом. И уничтожило все, что они имели, уничтожило все их богатство, и уничтожило храм Господень. То есть, смотрите, неповиновение в Господу привело к этому. Но они вспоминают, что как жестоко с нами поступили вавилоняне. Или я вспоминаю, ну надо же, кто же поставил вот этот столб в том месте. То есть, получается, не осуждаю себя и свой грех. И вот смотрите, как дальше Господь говорит через пророка. «Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населенен и покоен, и города вокруг него, и южная страна, и низменность были заселены?» И вот смотрите, что делает Господь. Он обращает их внимание к пророческим словам, которые были произнесены в тот момент, когда Иерусалим был еще заселен, когда еще вся эта местность процветала, когда еще не было осады, когда не было еще истребления, когда не было уже и вот этой атаки со стороны вавилонян, еще всего этого не было. Господь только через пророков предупреждал, что исполняйте слово Господне, живите в соответствии с учением, которое оставил вам Господь, не пренебрегайте божественными заповедями, почитайте Господа, служите Ему, поклоняйтесь Ему, не выполняйте просто мертвые ритуалы, а прилагайте к этому свое сердце, осуждайте каждый свой грех, раскаивайтесь в своих грехах и меняйте свой образ жизни. Вот при таком отношении Иерусалим будет стоять постоянно. Но так как люди были невнимательны к словам Господа, так как люди игнорировали все эти слова пророков, которые Господь посылал, по этой причине и пришла вот эта вся беда на Иерусалим. И смотрите, тот вопрос, с которым пришли эти люди, продолжать ли мне поститься, плакать, скорбеть, сетовать в этот день, Господь через пророка говорит, то есть вы не тем занимаетесь, вы не извлекли пользы из тех уроков, которые были преподнесены. Вы вспоминаете какие-то конкретные детали, но не понимаете основной причины, почему все это произошло, почему гнев Господень обрушился на Иерусалим. То есть проблема не в том, что вавилонская армия была достаточно сильна и просто у еврейской армии не хватило силы, но Бог не справился. Это не так. На самом деле основная проблема была как раз в том, что получается народ начал грешить пред Господом. Народ своими грехами вызвал негодование в Господе, пробудил его ярость, и по этой причине Господь излил свой гнев на Иерусалим. И даже у некоторых пророков есть такие интересные места, говорит, если бы даже в первой атаке все воины вавилонские потерпели, как бы какое-то, понесли какое-то ранение, кого-то-то ранили в руку, кого-то в глаз, кого-то в ногу, говорит, то потом бы эти раненые встали бы и пришли бы и уничтожили город, потому что я повелел им это сделать, потому что это мое негодование, то есть они орудие или инструмент в моих руках, чтобы наказать Израиль за их беззаконие и за их грехи. И вот смотрите, как дальше начинает рассуждать пророк. И было опять же слово Господне к Захаре. Смотрите, пророк не просто выдает свои какие-то мнения, свои предпочтения. Пророк точно так же читал Священное Писание, у него были какие-то взгляды, были какие-то сугубо личные какие-то представления, но там, где есть слово Господне, там так и записано, было ко мне слово Господне. То есть я передаю вам истину, которую получил от самого Господа. То есть я стараюсь вас наставить в том учении, которое я получил от Бога. То есть это не мое мнение, это не мой взгляд, это не моя, как бы там, какой-то там, Как назвать это? Попытка как бы адаптировать Писание к современной ситуации. То есть это конкретное повеление от Господа. Что он говорит? «Так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждой брату своему, вдовы, сироты и пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Смотрите, с чего начинает Господь? Господь как раз начинает с того, что евреи должны научиться были через всю эту благость Господа, которую проявил к ним Господь, за то, что Он поселил их в замечательной земле, за то, что Он дал им замечательный урожай, за то, что Он благословил и размножил их. Их задача была отблагодарить Господа, то есть в чистом сердце, с радостным сердцем воздавать Богу из тех даров, которые послал Господь им, чтобы они проявляли сострадание и милость, чтобы они заботились о людях, которые окружали их, особенно о тех, которые были малоимущими. Как мы читаем, да, мы должны производить справедливый суд, это приказ от Господа. То есть справедливость, правосудие и правда должны жить в Иерусалиме. Но в тот момент, когда мы читаем речи пророков, пророки упрекают, что как сделалась блудницей верная столица. Раньше в ней обитали святые люди, а теперь одни безбожники и нечестивые. То есть вот во что превратился тогда Иерусалим, потому что люди начали делать суд несправедливый, нечестный. То есть не основываясь на священном писании, не основываясь на фактах, но получая взятки, производили суд, и этот суд был несправедливый. Они не оказывали никакой милости, то есть они не оказывали никакой доброты и никакого сострадания к людям, которые их окружали. То есть они были самодовольны, они были горды, они были высокомерны и надменны. То есть то богатство, которое дал им Господь, послужило к тому, что они вознеслись, что они начали превозноситься над другими людьми, что они начали выделять специально из среды себя людей, которые ниже по статусу, которые беднее, которые немощнее. И на фоне их они смотрели на себя, то есть видя этих бедных, неимущих, смотря на себя в драгоценностях, в шикарной красивой одежде. То есть это подымало их планку, это подымало их статус. Но это была не причина, которую дал Господь богатство Израилю, не для того, чтобы они гордились им, а наоборот, чтобы они делились теми людьми, которые окружают их, проявляли доброту, проявляли сострадание, как тут сказано. Каждый к брату своему. То есть мы должны понимать, что мы одна семья, да, то есть мы один народ. Вот мысль, которую хотел посеять Господь в голову всех этих людей, чтобы богатые заботились о нуждах бедных, чтобы, как Павел сказал, да, чтобы сегодня ваш избыток послужил в восполнении их недостатка. То есть когда была проблема в Иерусалиме, был голод на территории Израиля, то как раз Павел собрал пожертвования из церквей македонских и перенес эти деньги в Иерусалим для поддержки бедных и святых из церкви, которые были неимущими. То есть это правильный порядок. Вот чему учат священные писания. То есть вот в одном духе как бы и Новый, и Ветхий Завет призывали к действиям. То есть они должны были проявлять заботу о вдовах, то есть о женщинах, которые потеряли своих мужей, теперь нет кормильца, нет главы семейца. Семейство о сиротах, то есть о детях, которые потеряли своих родителей и не способны сами еще заработать на пропитание. То есть это люди ущемленные, скажем так. Пришелец, человек, который поселился с другого народа и пытается как бы пристроиться к Израилю, пожить на территории Израиля, познакомиться с культурой Израиля, с их поклонением их Богу, то есть как бы вникнуть в эту культуру. То есть нужно было проявлять сострадание и к таким людям, потому что это как раз привлекло бы еще больших поклонников Богу Израиля. А также бедного человека. Человека бедного, человека жалкого, человека нищего, человека убогого и несчастного. То есть они должны были научиться проявлять заботу как раз об этом классе, да, или об этой социальной такой... о этих людях, да, которые имеют такой социальный статус. То есть люди, которые неимущие, люди, которые слабые. И даже в Ветхом Завете есть много текстов, которые призывают тому, чтобы народ израильский заботился именно об этих людях. Вот второзаконие 14.28. «По прошествии трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади их себе в жилище. Пусть придет к тебе левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Смотрите, да, то есть еврей получил прибыль, еврей получил доход. Он собрал урожай со всего, что имел. Десятину он отделил Господу, но Господь говорит, каждый третий год ты должен отделять еще одну десятину. Это как бы там семена, продукты питания, да, которые ты отделишь, и они будут лежать как раз на нужды людей, которые находятся в бедственном состоянии, в твоей местности или на территории твоего города. Ты должен уделять это левиту, потому что левиты не имели уделов земляных для того, чтобы зарабатывать себе на пропитание. То есть у них не было ни виноградников, они не сажали никаких полей, то есть у них не было ни деревьев, которые приносили им какие-то плоды там. То есть этого ничего не было. Их задача была служить при храме. То есть у них были только места в городах, где у них были дома, и все, больше ничего. Они жили за счет пожертвований, которые приносил Израиль. И Писание говорит, что как раз эти люди могут пользоваться вот этими десятинами. Дальше. Этими десятинами будет пользоваться пришельство. Пришельство. Человек, который пришел с другой страны и на время поселился в твоем городе. Человек, который ищет работу, еще не устроился, не обосновался. То есть ты должен проявить заботу именно к этому человеку. Ты должен проявить заботу к сироте. То есть к ребенку, который воспитывается без отца, без матери. Ты должен из этих средств, из этого пропитания уделить этому ребенку, чтобы он тоже мог питаться. Также вдова. Видите, опять повторяется, этот же класс общества, скажем так, самые неимущие, снимущие, самые притесненные. То есть женщина, которая лишилась кормильца. Ей тоже сложно выжить. Она тоже нуждается в пропитании. Она тоже сама себя обеспечить в достаточной мере не может. И по этой причине ты должен уделять. И смотрите, если ты уделяешь из тех благословений, которые ты уже сейчас получил, это будет залогом будущих благословений. То есть сказано, что благословит тебя Господь во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. То есть ты уже сейчас получил прибыль, ты с этой прибыли поделился с людьми, которые неимущие, да? И это является залогом того, чтобы Господь в будущем благословит дело рук твоих. Так же в Второзаконии 16 глава 10 стих. «Тогда совершай праздник седьмиц Господу, Богу твоему, по усердию руки твоей. Сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословил тебя Господь Бог твой». И вот теперь другая ситуация. Получается праздник кущей. То есть когда нужно было собираться для того, чтобы благодарить Бога за те дары, за ту милость, за ту заботу, которую проявил Господь по отношению к Израилю. Что Он принял их в число своего народа. Что Он заботится о них. Что Он дал им благословенную землю. Что Он дал в изобилии им урожай. И вот смотрите, на этот праздник они должны были уже уделять не десятину, а должны были уделять из того, чем Господь тебя благословил. Если тебя Господь много благословил, то ты можешь много пожертвовать. Если тебя Господь немножко благословил, то немножко пожертвуй. То есть смотрите, какой принцип, да? То есть как бы не принцип десятины уже входит в правило, как закон, а именно такой принцип, что как доброохотно дающего любит Бог, как апостол Павел говорил. И смотрите, значит, ты берешь, уделяешь это для Господа, ты приносишь это в присутствие Господня, то есть в месте, где была скиния или храм того времени. И сказано, веселись пред Господом Богом твоим ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Вот смотрите, да, опять повторяется, те же самые персонажи, те же самые личности, те же самые сословия общества, то есть слабые, неимущие. И Господь говорит, ты должен проявить заботу по отношению к ним. То есть смотрите, когда они собирались на праздник, через это нужно было показать, что мы все равны в глазах Бога. Мы все являемся обществом Господнем. Независимо от того, какой у тебя социальный статус в глазах Бога, мы все являемся Его народом. Мы, которые вступили в завет с Ним, мы принадлежим Его обществу, да. Поэтому мы должны вместе радоваться в этот день, праздникущий, день Пятидесятницы. То есть он был как раз проникнут такой мыслью, да, что получается, Господь многим благословил меня, и я этим делюсь к своим рабам, там, со своими слугами, я этим делюсь со своими, с людьми, которые в моем народе, но имеют, как бы, такое низкое социальное положение. То есть это вдова, сирота, пришелец, левит, да, которые не имели возможности, как бы, зарабатывать пропитание, потому что были полностью посвящены служению Господу. И вот смотрите, Захария повторяет слова пророков, которые были обращены в то время. Люди не послушались этих пророков, они игнорировали слова Господа, и по этой причине пришло бедствие. По этой причине Иерусалим был уничтожен. Город был взят в осаду сначала, держали город в осаде, потом, когда закончилось пропитание, царь и его семья попытались убежать из города, но их поймали и сурово казнили. То есть как бы царскую семью, сыновей там седеки, то есть закололи прямо при ним, ему выкололи глаза. То есть это печальные события, которые постигли народ израильский. За что? За то, что вавилонская армия была сильна, за то, что Бог где-то что-то не усмотрел, за то, что они нарушили слова Господа, за то, что они игнорировали пророческие слова. Слова, с которыми Господь послал пророков, для того, чтобы обличить их. Но что делали часто люди того времени? Когда человеку не хотелось слушать слов как пророка, или слов какого-то вестника Господнего, они просто избавлялись от него. Либо просто угрозами заставляли его покинуть территорию Израиля, либо просто даже в некоторых случаях, как один из пророков Захария, который обличал народ в их нечестии, он был просто убит прямо во дворе храма. То есть при царе Иосии, по-моему, это было. То есть убили прямо во дворе храма. Царь дал приказ, возбудил народ, и народ побил его камнями. И пророк Захария в тот момент сказал, что да видит Господь и слышит. Он был священником и пророком, вот как вот в данной ситуации. Тоже этот Захария, которого мы книгу читаем, он тоже и священник, и пророк одновременно. И смотрите, то есть Господь призывал народ к тому, чтобы народ справедливо и честно судил, чтобы народ справедливо и честно распоряжался всеми благами и дарами, которые послал ему Господь. Чтобы он уделял на нужды людей, которые имеют проблему в своей жизни или в своей семье получили какую-то травму, что отец погиб, то есть в какой-то несчастный случай произошел, или из-за какой-то болезни семья потерпела то, что кормильца не стало. И нужно было как раз заботиться об этих людях, то есть проявлять милосердие, проявлять сострадание. То есть первое, что должно родиться в сердце этого человека, я должен понять, в каких условиях живет тот или иной человек. Я должен посмотреть на обстановку, в которой... То есть и вот как раз Господь хотел научить свой народ тому, чтобы имеющие богатство заботились о тех, кто не имеет этих богатств. То есть и самое главное, что как раз мы говорили, что получается зла в сердце вашем не мыслите против ближнего своего. То есть как бы чтобы ваши сердца были очищены от зла. Чтобы получается вы не вынашивали в своем сердце какие-то коварные, злые планы. Чтобы вы не думали о том, как сделать зло еще более искуснее. Как сделать так, чтобы получается, если я получил взятку, как сделать так, чтобы следующая взятка была еще больших размеров. То есть вот образно говоря, то есть Господь против всего этого. Господь видит все это. И Господь это все осуждал в своем народе. И посылал пророков, которые обличали народ. Но смотрите, проблема была в том, что народ просто этим всем проигнорировал. И вот как Господь это описывает. Но они не хотели внимать, то есть слушать. Отворотились от меня. И уши свои отяготили, чтобы не слышать. Вот смотрите, какая реакция была со стороны народа. То есть народ не пытался понять, от какой беды хочет Господь избавить свой народ. Ведь перед тем, как навести какое-то наказание, Господь всегда предупреждает, что будь осторожен. Тебя может постигнуть суровое наказание, если ты будешь продолжать двигаться в том же направлении. И цель как раз вот этих пророков, которых Господь посылал, остановить людей на их порочных путях, чтобы человек не попал в погибель, чтобы человек не попал в какую-то пропасть, чтобы благословения человек не лишился, чтобы проклятие не пришло в его жизнь, как мы читали в книге пророка Захарии. Поэтому Господь предупреждает, какие действия могут подвергнуть человека вот этому воздействию проклятия, чтобы человек держался от него подальше, потому что проклятие истребляет абсолютно все. Но смотрите, какая реакция людей. Они не хотели внимать. Им было неинтересно это слушать, потому что получать выгоду, какую-то нечестивую и неугодную Богу, быть жадным, быть высокомерным для них было более приятно, чем, к миру, те требования, которые призывал Господь. Пытаться вникнуть в дела бедных, смотреть на их жалкое состояние, то есть, как бы им было неинтересно. То есть, они сфокусированы были только на себе, на том, как приобрести. Вышел новый телефон, то есть, надо себе обязательно купить, появился новый автомобиль, надо уже старый продавать. То есть, получается, люди были в погоне за такими, можно сказать, моментами, минутками наслаждений, которые они испытывали при покупке той или иной вещи. То есть, они даже не думали о том, что можно эти деньги к миру пожертвовать на нужду человеку, который реально находится в беде, реально находится в какой-то проблеме. И вот они делали все возможное, чтобы слова Господни не слушать. Они отворотились от меня. Смотрите, в первую очередь, человек, игнорирующий слова пророка Божьего, человек, игнорирующий слово Господне, он поворачивается к Богу спиной. То есть, он игнорирует Бога. «Бог, мне вообще не интересно, какие планы ты рассказываешь, что ты собираешься сделать. У меня есть деньги, у меня есть богатство, у меня есть здоровье. Я пока силен, я пока влиятельен, я наслаждаюсь тем, что имею». В принципе, твои планы, твои цели, твои интересы для меня вообще не имеют никакого значения. То есть, люди сделали свои даже уши, написано, отяготили, чтобы не слушать. То есть, сделали все возможное, чтобы просто не слышать слов обличения. То есть, им было неинтересно это. То есть, это сильно глубоко ранило их сердце, беспокоило их совесть, То есть не давала им спать ночами, и по этой причине просто избавлялись от таких пророков. То есть платили кому-то, чтобы кто-то просто этих пророков где-то либо уничтожил, либо просто выгнал. Либо просто посадить его в тюрьму, как при некоторых царях было. То есть Иеремия сильно много наговорил царю Сидеки, его просто из-за этого посадили в тюрьму. Пусть он там сидит и больше нам глаз не мозолит. И это как раз выражало желание человека не слышать Слово Господне. То есть нежелание повиноваться Господу. Дальше сказано, и сердце свое окаменили. То есть в другом переводе сердце свое сделали подобно диаманту или алмазу, самому крепчайшему минералу на земле. Вот что они сделали. Вот таким они превратили свое сердце. Своим грехом, своим нечестием, своим пороком постепенно. Мягкое сердце, человеческое сердце, то есть доброе сердце, сердце полное сострадания, постепенно превратилось в такое, которое твердое, как алмаз. «Чтобы не слышать слов закона, то есть учения, не слышать наставлений, и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Святым через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Смотрите, это же Господь через пророка как раз и дает понимание того, что произошло в тот момент. Смотрите, люди вспоминали дату, люди вспоминали факт сожжения храма, люди вспоминали факт убийства Годоли, люди вспоминали факт того, что Иерусалим был взят в осаду, люди вспоминали факт, когда первая стена Иерусалима пала. И вот они как бы на этих фактах сконцентрировались, они просто плакали, сетывали. То есть, они думали, что когда я хожу с кислым лицом, когда я хожу с грустным лицом пред Богом, когда я чего-то не ем, Богу это доставляет какое-то удовольствие. Понимаете, они сами себе придумали формулу так называемого благочестия и думали, что они очень сильно угождают Господу. На самом же деле, они просто даже не поняли причин, которые привели к вот этому уничтожению. И здесь Господь через проко как раз открывает им глаза, что Господу не угодно, чтобы ты сидел в пыли, в грязи, как они обычно посыпали голову пеплом, одевались в мешковину, то есть, в такую грубую ткань, то есть, всячески смиряли и унижали себя. Господь говорит, мне не это надо, мне надо, чтобы ты просто позаботился о человеке, который находится рядом с тобой, о человеке, который находится в нужде, о человеке, который действительно сейчас переживает тяжелые обстоятельства жизни, чтобы ты проявлял к нему доброту, сострадание, чтобы ты проявлял к нему щедрость, Чтобы ты заботился о людях, которые окружают тебя, чтобы ты видел не только себя и свои нужды, но и нужды людей, которые находятся рядом с тобой. Вот чего желал Господь. И чтобы ты был внимателен к тем наставлениям, которые Господь дает тебе через свое слово, либо же через своих пророков, которые были в то время. Но смотрите, эти люди намеренно игнорировали все это. Эти люди намеренно отвергли все слова пророков. И как тут сказано, что Господь послал Духом Святым через пророков это слово, чтобы остановить их на их путях, чтобы не дать гневу своему возгореться в Иерусалиме. Но люди все это отвергли. Люди все это проигнорировали. И по этой причине как раз Божий гнев постиг Иерусалим. Храм был уничтожен. Храм был сожжен. Эта беда произошла. Но смотрите, Израиль, как я понимаю, не извлек уроков полностью. И получилось, что в момент уже жизни Иисуса Христа точно так же люди просто обратились к какой-то форме. Религиозной форме. И эта форма, как мы читаем в Писании, то есть приобрела такой вид, как фарисеи. То есть, кажется, люди, которые решили отделять себя от нечестивого общества, чтобы посвятить себя закону, Слову Божьему и исполнению Божьих заповедей. Но в начале, когда это появилось движение, это было замечательным движением. Но постепенно это движение приобрело просто религиозную форму. И внутри люди были исполнены лицемерия, нечестия, порока. Люди просто упивались и наслаждались тем положением, которое им выделяли в обществе. Что их хвалили, что их возвышали, что им говорили, пели всякие дифирамбы. На самом же деле, их сердца были далеки от Бога. То есть, они просто внешне исполняли форму. На самом деле, были внешне как гробы покрашенные, да, то есть, как бы такие белые, красивые, чистые. Но внутри были исполнены всякой мерзости и всякой нечистоты и всяких пороков. И Христос осуждал это. То есть, Господу важно, чтобы твое сердце было чистым. Чтобы ты в сердце переживал взаимоотношения с Богом. Чтобы ты сердцем воспринимал Слово Господне. Чтобы оно было не каменное, не твердое. Но сердце способное принять информацию, оценить информацию и начать действовать в соответствии с этой информацией. И вот смотрите, по этой причине гнев Божий постиг Иерусалим тогда, по этой причине гнев Господень пришел в Иерусалим и в следующий раз. В 70-м году, когда Иерусалим, храм и все, что было в нем, было истреблено и уничтожено. По причине нечестия людей, по причине лицемерного поклонения. По причине того, что они просто соблюдали форму, соблюдали обряды и не исполняли каких-то нравственных заповедей, которые дал Господь. То есть, они не повиновались Слову Господнюю. И вот в следующей стихе говорит так. «И было, как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф». То есть, смотрите, да, получается, они начали взывать, когда им стало тяжело, когда им стало плохо, но Господь поступил с ними так же, как они поступили с Его Словом. Они просто Его проигнорировали. И вот знаете, как в книге притчи, 28 глава, 9 стих написано «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Вот сработал как раз вот этот принцип, что когда тебя Бог предупреждает и говорит «Слушай, не делай вот этого, не двигайся в этом направлении, придет беда, придет несчастье, придет какое-то проклятие, не делай этого». То есть, живи честно, живи справедливо, живи с меньшими доходами, но наслаждайся честно приобретенными средствами. Не получай какую-то выгоду от тех дел, которые вызовут наказание и от Господа, и от государства. То есть, не веди себя так. То есть, наслаждайся тем малым, что есть у тебя. Люди, слушая эти слова, они просто проигнорируют. Слушай, это не к нам сказано. Это может вон тому, может вон тому, меня это не касается. И настал момент, когда потом впоследствии люди уже в стесненных обстоятельствах, когда Иерусалим взяли уже в осаду, когда уже поняли, что пропитание в городе заканчивается, стали взывать Бога и говорить «Боже, спаси нас, умилосерднись над нами». Господь говорит «Я поступлю с вами так же, как вы поступили с Моим Словом, я просто от вас отвернусь». Или как другой пророк описывает «Ты облаками закрыл небо, чтобы наша молитва не дошла», или «Ты затыкал уши, чтобы не слышать их слова». То есть, вот такие фразы присутствуют, передают одну и ту же мысль. Что как ты поступаешь со Словом Господнем, так получится, что и Господь впоследствии поступит с тобой. Либо ты принимаешь Слово Господне, и Господь слышит твои молитвы и помогает тебе в твоих делах. Либо ты игнорируешь Слово Господне, и Господь впоследствии проигнорирует тебя, когда ты попадешь в какое-то бедственное положение. И хотя Господь является Господь Саваоф, то есть Бог воин с небесных и Бог сил, реально способный защитить, но иногда люди доводят Бога до такого состояния, что Он просто оставляет их в их же грехах и пороках. Дает им возможность насладиться результатом тех дел, которые они для себя избрали. Потому что в момент, когда Он их останавливал, когда Он их предупреждал, когда Он их тормозил, они все это проигнорировали. И по этой причине Господь, образно говоря, отпускает повод, то есть дает возможность как бы уже не удерживать людей от их грехов, а просто дает людям впасть в грех в полной мере и пожать последствия этого греха, чтобы быть наученными вот как раз через эту печальную ситуацию. И дальше Господь говорит, и я, говорит, развеял их по всем народам, как бы раздул, да, что они как пыль разлетелись по разным странам, которых они не знали. И как в других пророках говорится, что вы поклонялись ложным богам на земле Израилевой, теперь будете поклоняться этим же богам в тех землях, где боги эти обитают и где боги эти царствуют. Вместо того, чтобы поклоняться на земле Израилевой богу Израиля, они поклонялись всяким идолам, вавилонским там и другим всяким идолам, да, то есть перенимали всяких валов, астарт из народов, которые окружали их. Господь говорит, по этой причине я просто изгоню вас из этой страны. И дальше, и земля сия опустела после них так, что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею. Вот обратите внимание, да, то есть непослушание человека слову Господнему приводит к тому, что все, с чем он соприкасается и место, где он живет, впоследствии превратится в пустыню. То есть в мертвую территорию, в территорию, где никто не живет, территорию, где никто не находится. Или как в других текстах пророческих, где Господь наводил какие-то проклятия на какие-то конкретные города, к миру, там на Вавилон, то там перечисляется то, что и будет вож, еж вернее, и айс жить, или какой-то там нечистый дух, или какая-то нечистая сверная птица будет жить в местах этих капищ, в местах, где когда-то поклонялись этим всем ложным богам. Во всех этих дворцах они опустеют, и там будет находиться всякая, то есть нечистая птица, всякое нечистое животное, и всякий нечистый дух даже упоминается. То есть настолько люди порою оскверняют территорию, что как бы уходит оттуда все святое, и всякая нечисть только там собирается. Вот здесь, к миру, ситуация такая, что получается они святую территорию, да, то есть территорию народа, где жил народ Господень, обетованную землю, землю, которую Господь обещал для Авраама, Исаака и Якова, они превратили в то, что там была пустыня. То есть никто там не жил, ни взад, ни вперед по этой территории просто никто не ходил. Просто были развалины, просто была разруха, просто было свидетельство того, что нечестие человеческое, нечестие народа, который жил на этой земле, привело к вот этому уничтожению. И вот смотрите, цель вот этого нашего сегодняшнего, как раз нашей сегодняшней беседы, нашего сегодняшнего вот этого анализа, это как раз делать правильные выводы из ситуации, в которых мы находимся. Вот смотрите, люди не сделали правильных выводов из ситуации, которая пришла в их жизнь. Люди просто вспоминали момент уничтожения храма, вспоминали, я же говорю, там, убийство Гадоли в седьмом месяце, в пятом месяце вспоминали уничтожение храма, там еще было пост девятого и десятого месяца, то есть в один день они вспоминали осаду, как началась осада Иерусалима, потом когда падение первой стены, то есть вспоминали. То есть они просто вспоминали трагические события, но не понимали причины, почему произошли эти трагические события. То есть если мы не делаем выводов из ситуации, которые произошли в прошлом, мы можем повторить те же самые ошибки. И Господь как раз через пророка и возобновляет те слова пророков, которые тогда были обращены, чтобы Господь показывать, что если ты будешь игнорировать сейчас слова пророков, то храм, который вы сейчас отстраиваете, пройдет немного времени, и он будет уничтожен, и он будет сожжен. То есть если вы будете продолжать делать грех, если вы будете продолжать делать мерзость на моей земле, будете игнорировать мои заповеди, будете жить не по моей воле, а по своей греховной воле, это приведет к тому, что все, чем вы обладаете, все, что вы отстроите, все, во что вы вложите, всю свою душу и все свое сердце, оно будет истреблено и будет уничтожено. То есть по этой причине мы с вами должны четко сделать для себя выводы. То есть есть наставления и повеления Господня, есть заповеди, данные Господом. Это то, что надо исполнять. Есть мнение человеческое, есть какие-то традиции, придуманные людьми. Есть какие-то формы поклонения, которые придуманы людьми. И мы должны четко разграничивать одно от другого. То есть Господне, оно вечно, его надо исполнять. То есть требования Господня, они не меняются. Если брать требования Ветхого и Нового Завета, то оно одно. То есть любить, проявлять заботу, проявлять милосердие, проявлять сострадание, сокрушаться и сожалеть о своих грехах, и уповать на Бога, который явит милосердие и спасение. То есть, к примеру, весть Ветхого и Нового Завета в этом одинаково. То есть Господь призывал любви, и Господь показывал людям на их грехи. И люди верили в Бога, что Бог найдет способ, чтобы очистить их. Новозаветные люди, мы понимаем, что Господь нашел этот способ. Как раз Иисус Христос и стал этой заместительной жертвой, чтобы стать нашим искупителем и стать нашим спасителем. Чтобы благодаря Его страданиям, благодаря Его мукам, мы могли получить прощение наших грехов и стать наследниками Небесного Царства. Точно так же Господь повелевает нам заботиться о людях, которые нас окружают. Проявлять доброту, проявлять заботу, проявлять щедрость. Из тех даров, которые Господь послал, мне я должен делиться этим с моими друзьями, с моими знакомыми, с моими братьями, с сестрами, с людьми, которые находятся в какой-то беде или в какой-то проблеме. То есть я должен замечать этих людей и реагировать на их проблемы. Не закрывать свое сердце, не делать сердце свое каменным, а наоборот, проявлять доброту, милосердие и сострадание. То есть это весть Священного Писания. Это то, к чему призывал Господь в Ветхом Завете, к этому же Господь призывает и в Новом Завете. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы действительно жили в соответствии с учением нашего Господа, чтобы мы действительно оценивали ситуацию, чтобы мы наблюдали за тем, что происходит в нашей жизни, что происходит в жизни наших братьев и сестер, чтобы мы делились из тех благ, которые мы получаем от Господа, проявляли щедрость, проявляли доброту, и это станет залогом того, что Господь благословит нас еще больше. То есть Господь поможет нам, Господь поддержит нас, Просто мы должны делать правильные выводы из ситуаций, в которых мы находимся, извлекать уроки, а самое главное быть внимательным к Слову Господню, к тому пророческому откровению, которое даровано нам, чтобы мы жили в соответствии с этим откровением, в соответствии с этим учением. Поэтому пусть Бог поможет нам, пусть Бог благословит нас, пусть Его имя будет прославлено через жизнь каждого из нас. Аминь.